Добрый вечер! В эфире новости Курган.ру в студии Александр Мироненко. Коротко о главном. Новые грани сотрудничества. Курганская делегация посетила Северо-Казахстанскую область и представила зауральские предприятия. Апелляция отклонена. Отстранённый от исполнения обязанности ректора КГУ Михаил Ерехов по решению суда остался под подпиской о невыезде. Карта жизни. Активисты Общероссийского народного фронта пополняют список опасных участков дорог областного центра. 3 марта около 14 часов произошла авария на перекрёстке улиц Гайдара-Декабриста в микрорайоне Восточный. Фура снесла газовую трубу и врезалась в частный дом. Подробности смотрите далее. Как стало известно, водитель грузового автомобиля «ДАФ» двигался по односторонке в направлении кинотеатра «Мир». Увидев перед собой небольшую яму, попытался её объехать. Однако удержать большой груз не удалось и произошло столкновение сначала с газовой трубой, а затем удар пришёлся на частный дом. Со слов очевидцев, со слов водителя, даже так скажем, ехал, говорит, 40 км в час, он, конечно, наряда, скорее всего, больше ехал. Его занесло, а вдобавок ещё и на тормоза нажал, думаю, ещё больше занесло машину. И вот результат, ехал в дом. Прибывшие на место происшествия сотрудники «Горгаза» незамедлительно начали устранять аварию газопровода. По словам мастера, на данный момент порядка 50 домов находятся без газоснабжения. В 14.00 поступила заявка на порыв газопровода, то есть совершение ДТП. То есть выехали срочно на бригаду, ну, бригада выехала из четырёх человек у нас на место аварии. По прибытии уже присутствовала, ещё одна бригада перекрыли, то есть аварийный участок. Всё, газопровод низкого давления, стальной. То есть порядка 50 потребителей остаётся без газа на данный момент. То есть сейчас аварийная восстановительная работа будет происходить буквально. Уже мастерская ждёт у нас нашего, как говорится, нашей отмашки. То есть как уберём, освободим проезд, будут восстанавливать. Водитель большегруза пояснил, что приехал с рейса, сильно устал и никуда не торопился. Двигался со скоростью 35-40 км в час. Опыт у мужчины более 15 лет. И это первая его авария. Сейчас на этом участке идут аварийно-восстановительные работы. Вечером газоснабжение будет восстановлено. Александр Мироненко, Александр Киселёв, Лидия Кагеродцева, информационно-агентство Курган.ру. 2 марта делегация Курганской области во главе с заместителем губернатора, директором Департамента экономического развития Сергеем Чебыкиным работала в городе Петропавловске, Республике Казахстан. В составе делегации представители бизнес-инкубатора Курганской области, а также члены ряда зауральских предприятий. Промлайф, Дормаш, Шадринский электронный завод и Техстрой. Цель встречи – расширение сотрудничества, возможность создания общих предприятий и меры поддержки малого и среднего бизнеса. Зауральские производители рассказали коллегам из Казахстана о своей продукции. Мы соседи и, соответственно, наши связи должны налаживаться и улучшаться, как деловые, так и культурные. И в рамках подготовки визита губернатора Курганской области в Североказахстанскую область, подписания договоров о сотрудничестве, о развитии, мы специально приехали для того, чтобы заранее познакомиться, для того, чтобы, когда два руководителя будут подписывать договор, чтобы у нас было уже четкое понимание, в каком направлении мы движемся и работаем. Торговый представитель Российской Федерации в Республике Казахстан в свою очередь поставил акценты на важность укрепления сотрудничества между регионами России и Казахстана. И заверил, что представительство готово оказать всестороннюю поддержку развития экономических связей между Курганской и Североказахстанской областями. Мы уже сегодня договорились о ряде конкретных проектов, машиностроительной отрасли, по продуктам питания. Ряд, я думаю, интересных акций в ближайшие пару месяцев мы будем уже запускать как на территории Курганской области, так и на территории других граничных областей Российской Федерации. Мы всегда открыты, готовы принимать бизнесменов из Курганской области у себя, в Североказахстанской области. Сегодня была вам презентована наша одна из самых эффективных государственных программ «Дорожная карта бизнеса-2020», где могут принять участие также и российские бизнесмены. Следующим вопросом на обсуждении стало продвижение зауральской продукции на рынок Казахстана. В Курганской области активно сегодня работают предприятия на рынке Казахстана. И в первую очередь я скажу, что активно работает малый и средний бизнес. За три года 24 компании заключили 52 контракта на поставку своего оборудования. Создали около более 15 созданных совместных предприятий. Экспортные паспорта и дорожные карты по продвижению продукции на казахстанском рынке совместно с торговым представительством РФ реализует ООО «Промлайф», Курганский трансформаторный завод, завод дорожной техники «Регион 40», Шадринский электродный завод, ООО «Техстрой» и торгово-строительная компания «Витязь». Список предприятий может быть расширен, так как спрос на зауральские товары есть. В том числе это машино-техническое оборудование и строительные материалы. Сегодня также рассматривается возможность участия наших предприятий в экономическом форуме, который пройдет в Астане в мае этого года. Александр Мироненко, Евгения Волкова, Александр Карпов, информационно-агентство «Курганру». Курганский областной суд не удовлетворил апелляцию прокуратуры и не поменял меру пресечения Михаилу Ерихову, отстраненному от исполнения обязанностей ректора КГУ. Из зала суда наш следующий репортаж. В Курганском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры области в отношении изменения меры пресечения бывшему ректору КГУ Ерихову. Сам фигурант, обвиняемый в растрате денег, на заседание не явился. Адвокат предоставил заявление с просьбой рассмотреть дело без его участия, а также справку из кардиодиспансера, подтверждающую, что Ерихов находится в данный момент на стационарном лечении. Прокурор обвинения попросил приобщить к делу дополнительные материалы для рассмотрения, доказательства, обосновывающие ходатайство со стороны обвинения, заключение под стражу. Это протоколы свежих допросов свидетелей, которые могли подтвердить позицию прокуратуры. В частности, 2 марта были допрошены работники института. Олег Филистеев, проректор по инновационному развитию, Александр Галиниченко, главбух, и Андрей Кузьмин, замглавного бухгалтера. Прокурор пояснил, что свидетели рассказали о давлении на них со стороны отстраненного ректора, который ежедневно приезжает в институт и проводит там по несколько часов. Главный бухгалтер утверждает, что Ерихов требует выдачи денег, фальсифицирует документы о трудоустройстве своей сестры. По мнению обвинения, Ерихов игнорирует решение суда об отстранении от должности и имеет все возможности, чтобы скрыться. Живет в съемной квартире, имеет короткий трехмиллионный долг, подтвержденный распиской. Отдать деньги он должен до конца марта. Безусловно, Ерихов продолжает воспрепятствовать производству по уголам дела, указывая давление на свидетелей. Исследовались материалы. Четыре свидетеля, сотрудники КГУ, дотрошины, которые сообщили, что 25 февраля он был отстранен, это подпочитается постановлением. С этого дня, 25 февраля, каждый день он находился на своем рабочем месте. Водитель дотрошин также, который сообщил каждый день, что он его возил в КГУ, в больницу, в диспансер, обратно в КГУ. Находился он в КГУ не 10-15 минут, много-много часов. Адвокат Михаила Ерихова предоставил суду справки, подтверждающие, что старший сын его подопечного посещает школу, а младший – детский сад. Несмотря на то, что подсудимый живет в арендованной квартире, у него были все возможности скрыться. Но тогда ему пришлось бы срывать с места детей. А раз этого не случилось, адвокат считает эти опасения надуманными. Обращаю внимание на суда, о том, что Ерихов ранее не только не судил, он ранее не привлекался вообще к уголовной ответственности. Да, он как руководитель университета имел возможность распоряжаться денежными следствиями, но только вместе с главным бухгалтером, то есть распоряжение финансовым документом без подписи главного бухгалтера, невозможно. Он появлялся в университете, но университет – это довольно сложный механизм. И это не просто передать ручку и уйти. То есть ему нужно было передать дела, и только с этой целью он появлялся в университете. В итоге судья Курганского областного суда апелляционное представление прокурора оставил без удовлетворения. Михаил Ерихов находится под подпиской о невыезде. Право на обжалование вступившего в законную силу данного постановления суда есть. Следующая судебная инстанция – суд Кассационной инстанции. Для того, чтобы сегодняшнее судебное решение было принято к рассмотрению президиумом Курганского областного суда, должны быть весомые доводы, например, вновь открывшиеся обстоятельства. Светлана Епифанова, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курган.ру Любой курганский пешеход или водитель знают проблемные места на дорогах областного центра. По ряду из них проехались активисты Курганского народного фронта, представители ГИБДД и наша съемочная группа. Проект «Карта жизни» направлен на снижение смертности в результате ДТП. Работа активистов ОНФ ведется на постоянной основе. Очередной рейд фронтовиков коснулся трех проблемных участков. Первым из них стал проспект машиностроителей. Здесь, напротив походной завода, колейность серьезно превышает допустимую, что в зимний период привело к увеличению аварийности. Государственная инспекция безопасности дорожного движения города Кургана неоднократно направлялись к предписанию ДТП ГХА в администрации города Кургана с целью устранения данных недостатков. За неисполнение наших предписаний юридическое лицо ДТП ГХА было привлечено к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса РФ. И данные материалы были направлены в мировой суд города Кургана для принятия решения по существу. Также направлялась информация в городскую прокуратуру о том, что администрация города Кургана не исполняет наши предписания. В настоящее время ведется судебный процесс с целью обязать администрацию восстановить дорожное покрытие. На втором участке, пешеходном переходе у бассейна «Дельфин», активисты и сотрудники ГИБДД также отметили несколько нарушений. Среди них вновь превышенная колейность дороги и недостаточная его освещенность в вечернее время суток. Данный участок является аварийным, в том числе с участием пешеходов, что достаточно социально значим. И хочется заметить то, что, с одной стороны, нужно устранять те недостатки содержания автомобильных дорог, это установка знаков, это дорожное покрытие, но нужно анализировать о причинах дорожно-транспортных происшествий, которые совершаются. Это могут сделать только специальные органы, и по актуальным нормативным методическим документам это должен делать собственник автомобильной дороги. А если мы говорим о городе Кургане, это администрация города. Третьим участком стал перекресток Пушкина-Криволапова. На этом участке было также отмечено несколько нарушений. В первую очередь стоит отметить множественные нарушения пешеходами правил дорожного движения сразу напротив торгового центра и отсутствие необходимой дорожной разметки. Вообще, за прошлый год на этих трех участках было зафиксировано 19 ДТП, в которых пострадали 22 человека. Курганская область стала одним из первых регионов в России, где началась реализация проекта «Карта жизни». На сегодняшний день только в областном центре на эту карту нанесено 25 опасных участков. Василий Малухин, Андрей Глазырин, Лидия Когородцева, информационное агентство «Курган.ру». За шесть лет премия «Трудящаяся молодежь» стала заметным явлением в жизни города. Кто из молодых рабочих стал обладателем премии главы города в этом году, узнаете из сюжета. В 2015 году заявки на конкурс поступили от 13 предприятий. Молодежь участвует активно, и здесь надо отдать должное руководителям наших предприятий и организаций, которые находятся на территории города Кургана, потому что в шестой раз проходит церемония. Порядка 130 участников всех этих церемоний, номинантов, было выдвинуто от предприятий и организаций города. И мы рады, что в этом году к промышленным предприятиям присоединились наши сельхозпредприятия, присоединились те, кто представляет энергетический комплекс, представляют различные организации. Мы считаем, что у этого конкурса достаточно большое будущее. На престижную награду претендовали 23 молодых рабочих, 19 юношей и 4 девушки. Но награду получили лишь шесть раз из них. И это действительно оказались лучшие из лучших. Председатель конкурсной комиссии Александр Якушев рассказал, как происходит выбор. Комиссия делает все демократично. То есть каждому человеку дается информация о наших ребятах, которые работают на предприятии, и каждый выставляет свой бал. То есть независимо друг от друга. У каждого свой листочек, каждый анализирует, изучает конкурсанта и ставит свой бал. Но у нас обычно расхождения не бывает. В течение часа номинанты переживали в ожидании результатов. За это время на сцене их чествовали первые лица городской администрации и городской думы, а также творческие коллективы города, в том числе созданные на предприятиях. Торжественная церемония была выдержана в стилистике кинематографа, который является символом этого года. Номинанты и зрители увидели множество кадров из советской хроники и старых фильмов. Ведь именно в то время, как никогда, ценился человек труда. И, наконец, были объявлены лучшие из лучших. Стоит отметить, что некоторые из них получают эту премию не впервой. Уже 10 лет, как я работаю. Начинал с 4-го разряда, сейчас у меня 6-й. Учусь заочно в институте и надеюсь, что скоро буду инженером. Я хочу работать именно на этом предприятии, только уже на должности инженера. Но есть и те, кто участвовал впервые. И, конечно, их волнение было более заметным. Кроме того, победителями стали зоотехник Оксана Лазарева, наладчики станков и манипуляторов Иван Москвин и Артем Пилипенко и электросверщик Денис Савиных. Каждому из победителей глава города вручил диплом и денежную премию в размере 50 тысяч рублей. Василий Малухин, Александр Киселев, Лидия Когородцева, информационное агентство «Курган.ру». В Кургане с 1 по 3 марта проходит профориентационная акция «Карьер А» для выпускников 9 классов школ города. Организаторами мероприятия выступил Совет лидеров молодежных объединений города при поддержке Департамента социальной политики и Дома молодежи. 1 по 3 марта в Кургане проходила профориентационная акция «Карьер А» для выпускников 9 классов школ города. Идея создания такого мероприятия появилась на молодежном форуме «Будущее Кургана» в октябре 2015 года. Цель проекта – показать школьникам, какой карьерный рост возможен у нас в городе. Принять участие в акции согласились около 400 школьников из гимназии номер 32, школы номер 52 и 10. Название тоже дали ребята сами. «Карьер» и дальше «А» с большой буквы. Смысл такой, что можно с места прыгнуть в карьер, когда выходишь из школы, и долго потом подниматься, а можно сразу идти успешно вверх по карьерной лестнице. В рамках проекта представители восьми курганских колледжей и техникумов презентовали свои учебные учреждения, рассказали о плюсах технических профессий. Кроме этого, организаторы предоставили участникам возможность познакомиться с человеком, который состоялся как профессионал, достиг определенных результатов своей деятельности, не выезжая за пределы области. В школе номер 52 таким гостем стал депутат областной думы, руководитель мясокомбината «Велес» Дмитрий Ильтиков. Я часто приходил в школу, я встречался и как с родителями, так и с учениками. И если мне на сегодняшний день это станет безразлично, то это же предательство. Так что вот это и сподвигло. Это обязательство мое. Он рассказал о том, как он принял решение, куда пойти учиться после школы, ответил на интересующие молодежь вопросы и дал напутствие подрастающему поколению. Побольше позитива и тогда будет все становиться лучше, лучше, лучше и лучше. Ни в коем случае не роптать, ни в коем случае не нужно унывать. Вот, нужно всегда стремиться к лучшему и добиваться этого. А еще мечтать немножко нужно. По словам организаторов проекта, уже после первых двух дней акции есть результаты. Уже идет у нас вторая акция такая. После акции у многих ребят есть уже предположение, куда они захотят пойти. Также лидеры самоуправления рассказали о своих впечатлениях от встреч с интересными людьми. В первый день акции в школе номер 10 в гости к детям пришел Дмитрий Фролов, председатель Курганской областной думы. Он рассказал, что он жил в деревне и как он всего этого добился. И сказал такую пословицу хорошую, что где родился, там и пригодился. Валерия Мельникова, Махабад Секенова, Александр Менчиков, Александр Карпов. Информационное агентство Курган.ру Подводя итоги 2015 года на семинаре совещаний с заместителями глав районов по экономике, Сергей Чебыкин, замгубернатор области, отметил, что удалось достичь многого. Появляется ряд новых предприятий. Уровень газификации в 2015 году достиг 44,5%. В малый и средний бизнес привлечено 773 миллиона рублей инвестиций. Говоря в целом о работе отраслей, заместитель губернатора отметил рост промышленного и сельскохозяйственного производства. Успехи ВПК достигнуты прежде всего за счет усиления государственной поддержки аграрного сектора экономики. Хозяйства получили 1,9 миллиарда рублей бюджетных средств, или в полтора раза больше, чем в 2014 году. По предварительным расчетам сельскохозяйственных организаций, в 2015 году рентабельность предприятий с учетом бюджетных субсидий составляет почти 26%, доля прибыльных 89%. 29 января на Гоголя 123 произошел пожар. Несмотря на письменные заявления и звонки жителей в различные инстанции, результата нет. Уже месяц никто не приводит в порядок состояние подъезда. В нашу редакцию обратились жители дома с просьбой придать проблеме гласность и помочь достучаться до органов власти. 29 января этого года в 23 часа 11 минут по адресу Гоголя 123 в подъезде номер 2 произошел пожар. Огонь уничтожил перегородку и дверь между тамбуром и лестничной площадкой первого этажа. Повреждены электрооборудование, домофон, двери квартир номер 21, 24, 25. Закопчен подъезд первого по пятый этаж. Жители многоквартирного дома обращались в администрацию города, аварийную службу МЧС по Курганской области, а также прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации и причинах пожара. Писал в адрес генерального директора Восток-центра Килина, вот имени жильцов со всеми подписями, значит, так, с просьбой восстановить нормальное состояние подъезда. На улице зима в подъезде открытая дверь. Однако добиться положительных результатов пока так и не удалось. Уже больше месяца жителям приходится дышать воздухом, наполненным продуктами горения, и постепенно самостоятельно восстанавливать причиненный пожаром ущерб. Всё обгорело, весь подъезд. У меня дверь обгорела полностью, выгорело. Пришлось менять мне её. Николай Степанович также обращался в различные службы с просьбой установить причины пожара и призвать к ответственности. Из-за пожара пострадала его жена Лидия Ичменёва. Её госпитализировали в ночь пожара с диагнозом отравления продуктами горения. Ответ, который прислали из областного управления МЧС, жители не удовлетворил. По мнению экспертов, причиной пожара стал поджог, с чем пенсионеры не согласны. И как вот мог возникнуть пожар, что кто-то бы открытым огнём, зажигалкой или спичкой кого-то поджигал. И за такое короткое время не мог достигнуть такой степени. Вот попробуй даже кого-то заставлять поджечь. Это потратит он время, надо что-то разложить да поджечь. То есть это явно не поджог был. Жители дома считают, что возгорание произошло из-за неисправности электропроводки. С их слов, они неоднократно обращали внимание на то, что в их подъезде бесконтрольно проводятся работы интернет-провайдерами, а также производятся электротехнические работы. Сейчас жители дома номер 123 по улице Гоголя ждут ответа из прокуратуры и очень надеются, что рука правосудия поможет им восстановить справедливость. Валерия Мельникова, Махабад Секенова, Александр Киселёв, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курганру». В Каргопольском районе на базе оздоровительного лагеря «Лесная республика» прошла первая зимняя спартакеада журналистов в Курганской области. Основные задачи соревнований – пропаганда здорового образа жизни, популяризация различных видов спорта, а также выявление талантливых спортсменов. Соревнования проходили по трем видам – лыжная эстафета, шахматы и граф-дартс. Кто стал победителем, узнаете из следующего сюжета. В соревнованиях приняли участие редакторы и журналисты областных, районных и городских средств массовой информации. Открыл спартакеаду председатель комитета по печати и средствам массовой информации Сергей Мелехов. Сегодня все актуальнее тема ГТО в обществе. И я думаю и уверен, что журналисты за Уралия эту тему поддержат лично. И сделают все, чтобы максимально пропагандировалось в нашем за Уралии здоровый образ жизни. Ну а участие в сегодняшних соревнованиях, конечно же, главное именно факт участия. И я думаю, что неважно, кто победит, хотя к этому будут стремиться все, главный результат и победа – это дружба и взаимопомощь среди журналистов. Поприветствовали участников соревнований глава Крыгопольского района Сергей Князев, начальник областного спорту управления Александр Васильев и председатель Курганского союза журналистов Юрий Побритухин. Всего на участие в спартакеаде было заявлено 6 команд. Первым этапом стала лыжная эстафета. Участникам необходимо было преодолеть дистанцию в 1 километр. Справились с этим все. Кто-то старался вырваться вперед, а кто-то просто наслаждался теплой солнечной погодой. Очень рады мы, что состоялось самое первое соревнование спартакеады журналистов. Конечно, не победить, потому что мы все далеки от спорта. Чисто только, когда пишем свои статьи, разговариваем со своими спортсменами, со спортсменами из смысла своего района. Наша команда вся сборная из Юргомыша, из села Белозерская, из Варгашей и Китова. То есть мы все из разных, у нас 4 человека и все из разных газет. Затем прошли еще два этапа соревнований, шахматы и дартс. В итоге в командном зачете зимней спартакеады места распределились так. Первое место заняла сборная команда Кургана-1, второе место у сборной Северо-Запада, а бронзовым призером стала команда Центра. Команды и участники, занявшие призовые места, награждены грамотами и дипломами Курганского союза журналистов и Комитета по печати и средствам массовой информации. Закончилась спортивная программа дружеским ужином с номерами художественной самодеятельности. Участники и гости спартакеады дали положительную оценку этому мероприятию. Александр Мироненко, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курган.ру. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч. Памятная дата военной истории России. Третий марта. В этот день, в 1799 году, русская эскадра под командованием Федора Ушакова взяла крепость Корфу в Средиземном море. Приглашаем на выставку-ярмарку «Малахитовая шкатулка». Удивительные минералы, ювелирные украшения, эксклюзивные авторские работы. Все это вы сможете приобрести с 1 по 6 марта в КВЦ с 11 до 19 часов. По Некрасову идешь, мегабазу ты найдешь. Мегабаза. Покупайте все и сразу. Улица Некрасова, 15А. Мегабаза. Слева сразу. Впервые в Кургане. Водное шоу Байкальской Нерпы. Более 30 трюков, море улыбок и веселое настроение. ТРЦ Гиперсити. 9 марта выходит суперинтересный номер газеты «Зауральский курьер». Читайте в номере. Мифы о завещании. Как правильно действовать? Кому положены бесплатные земельные участки? Скоро Великий пост. Как не навредить себе? «Зауральский курьер». Читайте бесплатно. 7 апреля. Филармония. Диана Арбенина и ночные снайперы. Презентация новой программы «Выживут только влюбленные». Я буду ждать тебя. Камеру убрал. Встречайте новый Телесемь. Читайте в новом номере журнала Телесемь. Что значит «Идеальная женщина»? Признание мужчин. Как поддержать организм в период авитаминоза. Личные секреты Веры Брежневой. Новый номер Телесемь в продаже со среды. 2 марта. Покупайте Телесемь в супермаркетах «Метрополис», «Магнит» и в сети магазинов «Лето». Если мёрзли вы зимой, если холода, Пробирались к вам домой через щель окна, Посоветуйся с семьёй, решение прими. В доме сберегай тепло, окна замени. Уважаемые предприниматели, Если ваш бизнес идёт ко дну, наденьте спасательный жилет. Чтобы надуть жилет, резко потяните за колпачок. Поддуть жилет вы можете через клапаны поддува. Но лучше подайте объявление на точках приёма рекламы. Времена меняются, точки работают. Представляем систему автоматического полива комнатных растений «Плант Джинни». Умная колба сама даёт вашему цветку необходимое количество воды. Грязные пятна и лужи, которые нередко остаются после ручного полива, Теперь в прошлом. Одна колба лейка может увлажнять ваше растение в течение двух недель. Спокойно отправляйтесь в отпуск, на дачу или в командировку. Ваши цветы будут под присмотром «Плант Джинни». Всего за 599 рублей. Заказывайте набор из шести колб «Плант Джинни» по телефону 55 48 55. С 5 по 13 марта с 10 до 19 часов в ДК «Железнодорожников» состоится продажа башкирского мёда «Пасеки Кучаевых». При покупке двух килограммов мёда третий в подарок. Пчелопродукты, деревенское растительное масло. Дегустация. Иваново едет к вам. Выставка продажи ивановского текстиля в Кургане. Носки 20 рублей. Подушка бамбук 350 рублей. Постельное бельё всего 490 рублей. Цены пополам. ТРЦ «Гиперсити». Улица Коли Меготина. 8 с 9 по 13 марта. 4 марта. Курганская филармония. Вика Цыганова. С программой «Приходите в мой дом». Билеты в кассах филармонии. Телефон 42 62 16. Здравствуйте. С прогноза погоды вас знакомит Ольга Новикова. С 5 по 13 марта в ДК «Железнодорожников» башкирский мёд от «Пасеки Кучаевых». При покупке двух килограммов мёда третий в подарок. Выставка продажи ивановского текстиля по очень низким ценам. С 9 по 13 марта в ТЦ «Гиперсити». 4 марта на сцене Курганской областной филармонии состоится концерт яркой и неподражаемой Вики Цыгановой. Накануне международного женского праздника певица представит программу «Приходите в мой дом». Настоящий музыкальный фейерверк из популярных хитов, всеми любимых произведений и, конечно же, новых песен. А теперь о прогнозе синоптиков. В пятницу через Заураль пройдёт фронтальная система, сопровождаемая шлейфом снеговых облаков и повышением температурного режима. В Екатеринбурге и Тюмени 0,2, в Челябинске 0,2, кратковременный снег. В Кургане облачно, небольшой снег, ветер южный 4,9 м в секунду, температура воздуха минус 5, минус 7. Днём в Кургане облачно с прояснениями, кратковременный снег. Ветер северо-восточный 3,8 м в секунду, температура воздуха около нуля. Атмосферное давление повысится и составит 764 мм ртудного столба. 4 марта солнечная активность умеренная, геомонитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!